МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все знают, одесситы, гости нашего города, насколько это все неприятно, когда они переполняются, кто-то отрывает крышки, это все выглядит достаточно некрасиво. Поэтому навести порядок решили мы таким образом, установкой подземных хранилищ для мусора, будем говорить просто. В прошлом году мы установили первые такие контейнера, блоки, в которых находятся по два контейнера, по четыре. Установили, мы показывали, рассказывали об этом одесситам, зимой мы не работали, погодные условия, с наступлением более-менее погоды уже понятной нам, начали, продолжили работу. И продолжаем ее в центре города. Установили две секции по шесть контейнеров, обошлось бюджету 2 миллиона 360 тысяч гривен. Чем отличаются контейнеры от первых наших? Что у них предусмотрена еще электроприводная система. Если первые контейнеры были только на гидравлике, и она себя оправдала за этот год достаточно хорошо, то мы решили добавить еще одну опцию электропривод. Почему? Я еще раз скажу, гидравлика зарекомендовала и хорошо работает. Уменьшить время остановки машины, мусорной машины. Водитель может сегодня из кабины, подъезжая к месту, нажать на кнопку пульта, и уже осуществляется подъем контейнеров. Он в это время припарковался, вышел, осуществили загрузку мусора, опорожнили контейнера, нажал кнопочку, все опустилось, и он уехал. Как кому будет удобно, кто будет с пульта работать, то есть две такие опции. Плюс мы установили, вы видите, солнечные батареи, которые установлены на аккумуляторы. Этих батареек хватает при полной зарядке на минимум на 50 подъемов спусков, то есть запас электроэнергии. Нам не потребовалось сегодня подводить сюда коммуникации, или это электропровод, или это снабжение подводить. Еще что здесь интересного, в том, что теперь мы сможем, это очень важно для нас, для департамента, и в целом для управления, и взаимодействия с мусоровозящими компаниями. К сожалению, имело место быть, когда мусоровозящие компании заявляли, давали нам график уборки, вывоза твердых бытовых отходов, на самом деле этот график не соблюдался. Проконтролировать достаточно сложно, это надо было оставить человека на целый день, и смотреть, насколько часто, когда подъезжает машина. Сегодня мы, получив график уборки или опорожнение контейнеров, получив график с подписями мусоровозящих компаний, сможем контролировать это, уже сидя в нашем диспетчерске. Подъехало, во сколько подъехало, во сколько будет поступать сигнал. Мало того, эти новые хранилища у нас оборудованы при загрузке, полной загрузке контейнера, эти контейнеры, вот вы видите, зеленые сейчас светятся, такие вот зеленые огоньки, контейнер пустой. При загрузке цвет меняется на красный, и мало того, что он меняется на красный, блокируется крышка, и уже никто не сможет открыть крышку, чтобы туда, как у нас это модно, запихнуть, куда ничего не запихивать. Поэтому и сразу моментально, после того, как он заблокировался, поступает опять же таки сигнал диспетчерска о том, что контейнер перегружен. И моментально мы будем оповещать мусоровозящую компанию, для того, чтобы они провели уборку, опорожнили контейнера. На первых контейнерах, которые были представлены на Приморском бульваре, вы все видели, выдержали и пожежу, выдержали и воду, потому что наши доблестные жители решили попробовать, каким образом они пилают или не пилают. И у нас был пожар, совершенно случайный, как бы вы знаете, что контейнеры выдержали, и, в общем-то, функционируют нормально. За весь период с момента начала установки на Приморском бульваре этих контейнеров у нас не было проблем с техническим обслуживанием. Но почему мы решили усовершенствовать эту модель? А мы именно усовершенствовали. Здесь в данной ситуации используется не только гидравлический привод, который использовался в предыдущих контейнерах, которые устанавливались. Здесь еще используется электропривод. Вы видите, здесь установлены солнечные батареи. Общая мощность 24 вольта. Подзарядка идет круглосуточно. Эти контейнера можно открывать, поднимать не только при помощи гидравлики, а и вторым способом. Это при помощи пульта либо при помощи программы, которая установлена в мобильном телефоне. Вы скажете, не у каждого есть доступ к интернету. Здесь, помимо солнечных батарей, есть еще и доступ к интернету. Эти солнечные батареи раздают Wi-Fi. То есть, совершенно спокойно водитель, подъезжая на мусоровозе к контейнерной площадке, нажимает на пульт, контейнера поднимаются, грузчики выгружают. И здесь сокращается время опорожнения контейнеров, тем самым улучшается логистика для мусоровозящей компании. Достаточно просто поставить контейнера в подъемник, нажать на пульт, садиться в мусоровоз и отъезжать на следующую локацию. Естественно, пройдет время, 45 секунд, они сами опустятся. Таким образом, сокращается время на погрузку-выгрузку. Что еще здесь интересно? Здесь тоже антивандальные контейнера. Здесь, во-первых, есть очень интересные технические индикаторы, которые позволяют определять, заполнен этот контейнер, либо он еще не заполнен. Здесь стоят специальные метки и установлена система, которая дает информацию на пульт, который установлен на нашу диспетчерскую в департаменте, на мусоровозящую компанию и на сервисную компанию, которая обслуживает эти контейнера. Идет сигнал, который говорит о том, что контейнера переполнены и эти контейнера тут же блокируются. То есть, жители не могут их использовать для того, чтобы забивать горловину мусором. Это тоже очень удобно и компания уже четко понимает, нужно дополнительно отправлять сюда рейс, либо не нужно. Баки стандартные, баки 1 и 1. Это те все баки, которые используются по всему городу, поэтому мы не меняли ни объем, ни конфигурацию этих баков. Это принятые стандартные расчетные баки. Здесь установлено достаточное количество контейнеров, которые использовались по периметру. Если вы посмотрите, здесь у нас стоят два контейнера в этой локации и там четыре контейнера. Здесь тоже установлено шесть контейнеров, которые заберут полностью весь мусоропоток, который вырабатывают наши жители и гости города. Следующая такая локация у нас уже начали производство работ на улице Решильевской. Прошу прощения, Малый Арнаутский угол, Решильевской. И еще одна, там тоже будет установлено шесть контейнеров и еще одна локация на улице Греческой, 13-15. Решильевской. Прошу прощения. Прошу прощения. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...